Как предотвратить пожароопасную ситуацию? Что делать, чтобы не отравиться угарным газом? Эти и другие вопросы сегодня обсудили на форуме в областном молодежном ресурсном центре. Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям города Шумкента напомнили молодежи правила безопасности, а также рассказали, как вести себя в экстренной ситуации. Мы сегодня подкрепили знания, мы как бы знали правила безопасности жизни. Сегодня узнали мы много чего о МЧС, точнее Министерства чрезвычайных ситуаций. Еще одной целью форума стала агитация молодежи пополнять ряды пожарных и спасателей. Этому учат в единственном по всему Казахстану высшем учебном заведении – Кокшетаусском техническом институте по чрезвычайным ситуациям. Через 4 года обучения из него выпускают офицеров органов безопасности, гражданской защиты, пожарных и спасателей. Постребованные сейчас у нас идет пожарные, хорошо подготовленные, профессиональные, патриоты своей страны, которые идут на спасение людей. Главное, чтобы герои были, героизм, чтобы при пожаре у нас часто бывает заходят в дом, дымочий дом, горячий дом. Но оттуда уже при соблюдении техники безопасности идет угроза, риск, большой риск. На форум сегодня пригласили и самих курсантов Кокшетаусского института. Они рассказали, почему выбрали такую нелегкую и опасную профессию. Наше благородное дело, не считаю это долгом любого гражданина Республики Казахстан. И самое хорошее, это наша миссия спасать. Кто-то должен же этой работой заниматься, из-за этого на эту опасность мы не смотрим. Наша работа – спасать, помогать. И мы эту работу будем делать. После форума молодежи показали спецтехнику сотрудников МЧС, пожарную и спасательную машину. С их помощью не раз спасали чьи-то жизни. Когда сидишь в этой машине, сразу же можешь себе представить, сколько выездов было на ней сделано, сколько пожаров было потушено и сколько жизней было спасено. Быть спасателем почетно, но в то же время опасно. Эта работа требует отличной физической и моральной подготовки. Они, рискуя собственной жизнью, спасают людей, оказавшихся в беде. Настоящая награда за этот риск – сотни спасенных жизней. Субтитры создавал DimaTorzok